Сумки, брелоки, ключницы, браслеты, ремни, обложки и другие изделия из натуральной кожи всегда пользовались популярностью у ценителей качественных аксессуаров. Неудивительно, что и крымские ремесленники, производя подобные изделия, стараются сделать их максимально прочными и придерживаются определенных технологий. Анна Грин, крымский производитель изделий из натуральной кожи, вот уже 7 лет совмещает традиционные ремесленные и современные технологии. Вот, например, сумка из кожи выполнена вручную. Все началось в 2012 году, когда Анна, экономист по образованию, решила приобрести лазерный станок. Постепенно производство стало набирать обороты. Сегодня в команде дизайнера 12 человек, и это при том, что 7 лет назад у предпринимателя был всего один сотрудник. Сначала деятельность была, это как эксперимент, это просто было любопытство, и такой очень большой какой-то энтузиазм начиналось вообще с мелочи. То есть какие-то брелочки пробовали делать, разрабатывать, какие-то маленькие браслеты. Из заготовок мастера создают очередные дизайнерские шедевры. Материалы и сырье для будущих изделий Анна заказывает у знаменитого Рязанского кожевенного завода. Технический процесс производства не стоит на месте. В мастерской работают как по старым проверенным, так и по новым технологиям. Все для того, чтобы каждое изделие вышло по-настоящему уникальным и неповторимым. Анна, расскажите, как дизайнер, что модно в этом сезоне? Мода последних сезонов, на самом деле модно быть индивидуальной. То есть мы помогаем человеку подобрать какое-то изделие, которое покажет ее индивидуальность. Например, модно сейчас сочетать различные цвета, чтобы это вкусно смотрелось. Мы на самом деле производим, может сказать, не изделие, мы производим эмоцию. Стежок за стежком и очередной дамский каприз готов ко встрече с хозяйкой. Мастерская, творческая лаборатория Анны. Сочетать цвета и разрабатывать дизайн – ее любимое занятие. Например, сейчас собирается сумка, называется модель «Луна». То есть вот ее корпус, она кожаная сзади, она замшивая спереди. Пользуясь возможностью под руководством Анны, мы тоже попытались создать заготовку для браслета. Лекало нужно держать плотно, чтобы оно не соскочило. Хотите попробовать? Да, конечно. Я недолго вести буду. Делать вот это будущий браслет. Дизайнер считает себя истинной крымчанкой и очень любит родной край. Тем более, что находясь на полуострове, есть все шансы развивать свой бизнес не только в регионе, а и во всей стране. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро нового дня. Продолжение следует...